Сложная и паводковая ситуация остается и в Наринмаре. Утром среды уровень воды в районе окружной столицы составлял 562 сантиметра, то есть за сутки подъем составил 10 сантиметров. Многие районы города и дома оказались полностью или частично затоплены. Так в редакцию нашей телекомпании обратилась жительница района Малый Качгард, которая к своему дому может добраться исключительно на лодке. Как рассказывает хозяйка дома Александра, до крыльца собственного дома на лодке она добирается каждую весну, когда приходит большая вода. Вот так, испытывая на прочность свои силы, молодой маме приходится грести каждый день, чтобы попасть на работу и отвезти детей в садик, невзирая на усталость и ветер. Вот смотрите, я не могу реально, я женщина, я не могу лодку, вот это нормально. Вот посмотрите, я не могу даже дома сегодня подъехать, вчера еще хуже было. Землю для строительства дома семья Яковенко взяла у администрации Наринмара. По словам женщины, в 2015 году они обратились за помощью к властям и на участок перед домом завезли 15 машин с песком, но ситуацию исправить не удалось. Тогда семья решила вложить собственные 300 тысяч в отсыпку, но и этого тоже оказалось недостаточно. Вы понимаете, вот у нас на Наринмаре, я поездила, да, не один дом, чтобы каждый год, каждый год, у нас и большая, и маленькая вода, вот такая вот картина. Ни один дом у нас здесь на Наринмаре такого нет, ни один. Это, наверное, единственный, ну неужели нельзя было хотя бы сделать и мостик какой-нибудь. Территория Малого Качгарта официально относится к подтопляемым территориям Наринмара, как и Качгард, Сахалин, Старый аэропорт и другие районы. 18-20 июня наблюдался активный рост воды, была затоплена дорога на полигон ТБО, вода зашла на преддомовые территории в микрорайонах Качгард, Сахалин, Старый аэропорт, возникла угроза размывания объездной дороги на свалку, а также переливания воды через дамбу в районе базы СПК Ерф. У нас затапливают гаражи, проезд, то есть с детьми никуда не выйти, ни в магазин, никуда. Дом выше находится, но затапливают септики, приходится поднимать. Погреба затапливаются. Дамбу укрепили мешками с песком. В мероприятии были задействованы 62 человека и 9 единиц техники, униципальных предприятий и 4 единицы Наринмарда-Римстроя. Кроме того, произведена дополнительная отсыпка объездной дороги на полигон ТБО, береговой линии в районе Окрутубиспансера и на Сахалине. Подсыпка велась в микрорайонах Мирный, Малый Качгард, Старый аэропорт, в районе Мясокомбината, Старообрядческой церкви, Наэт, по улице Меншикова. Всего автомобилями КАМАЗ было выполнено 163 рейса. Сейчас работаем мы в парке с чистым городом, с МЧС. Делаем одно дело. Несмотря на то, что это не наши участки, мы идем навстречу и делаем одно дело. В общем, я думаю, отстоим мы город. Мэрия ведется постоянный мониторинг гидрометеорологической информации и состояние противопаводковых насыпей. На сегодняшний день произведена предварительная отсыпка подтопляемых участков. Более двух тысяч кубометров песка. Засыпаем песок в мешки. Мешками оградили вчера вечером дамбу, которая в районе СПК Ерв. Кроме того, Сахалинский проезд. И сегодня же будут проведены работы по укреплению переезда за дорогой на ТБО через аэропорт. Согласно краткосрочному прогнозу Объединенной гидрометеорологической станции Наринмар, максимальные уровни на Печоре в районе города ожидаются 23-25 июня. Они составят 550-600 сантиметров. В мэрии Наринмара работает круглосуточная горячая линия по телефонам 421-53, 420-69 и 8 911-571-1588. В целом, прохождение второй волны половодия на Печоре на территории Ненецкого округа находится на контроле окруженных властей и спасательных ведомств. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал Север.